Доброе утро всем. Спасибо Христосу за совместную молитву. Благословенного дня. Вопросы какие-то, если есть, Игнатий Тихонович на связи. Пожалуйста, задавайте. Мир вам, Александр. Давай, Александр. Вот такого характера. Вот я сейчас осмысливаю все эти борения со страстями, следить за помыслами. И прихожу, благодаря вам, я понимаю, что если человек нерожден, у него никакого бдения не может быть над тем, что он это самое. И вот это щипать одного, второго, какого-то греха, это неправильно. В любом случае, это как-то люди писали нерожденные свыше. Так я понимаю или нет? Ну, в общем-то, в общем масштабе так. Но и в том, что есть у вас, хотя бы одного вытащить уже заслуга. Одна спасенная душа считается дороже целого мира, полного золотом. Для того, чтобы спасти ее, Господь должен был умереть. Поэтому сколько есть возможностей, даже бесноватого исцелил Господь, говорит, иди домой. А он пошел по городу, начал проповедовать. Один, из которого там свиньи-то вы, бесы вышли. Вот сколько есть, на этом начинать. Да, в общем, когда с человеком начинаешь говорить, дети, я вот начальник детского лагеря был, 45 лет директором. Но я определяю, если он не рожден ребенок, не избранный, хоть кол на голове тиши. Но говорить надо. Мы-то не знаем, чем это все закончится. Даже Господь говорит, пришел Исаия, пророк сказал, ты умрешь. И зайки, а во дворе идет, а в это время он плачет к стенке, отворотился. Господь, вернись и скажи, не умрет. И все, меняется. Уже вынесенный приговор, Господь отменяю, говорит. А если дал добро, а ты делаешь плохо, отменяю хорошее, получишь то, что заслужил. Так что молчать не надо, говорить надо. Но, в общем, масштабно, чтобы так открылось, это от того, что тебе Бог открывает, как избранному. Говорить так, как пророк Еремея, ну, не сможет говорить там кто-то другой. Там пророки есть такие, а там Малахи или кто-то. Ему это дано было. Он прямо перед царями стоял, и ничего, кроме приговора, ему не будет. В фильме есть такой Еремея, посмотрите. А говорить надо. Ну, вот так. Иначе, вот второй вопрос. У меня такая ситуация была. Тут у нас умер один человек, но я с ним до этого разговаривал насчет православия. Он говорит, ну, знаешь, мне первоисточники я больше доверяю. Он дочку благословил на это самое, на принятие иудаизма. Она там где-то в Канаде живет. И вот она выставляет царство небесное. Я говорю, так царство нашего креста, а не вашего там. И вот она, как ты мог сказать, папа, какая-то еврейка, какого-то еврея родила. Да, я говорю, знаешь, ну, вот мне не хочется на уровень спускаться ваш, но мой Бог, настоящий Бог. А куда, кого, какого примите, вот увидишь потом. Ну, вот так. Я думаю, вообще не надо разговаривать с такими людьми, да? Ну, надо просчитать. Евангелие от Яна 8, 44. Вот ваш Бог. Евангелие от Яна 8, 44. Господь сказал, это не наши слова, а Его слова. Какой у них кто Бог? Распинатели. Вот просчитайте слух. Ну, я на работе, у меня нет. Ну, вот никого больше нет, вот так. Ну, все, спаси Христос, Отец. Дома запомнился, просчитайте. Ответ дать надо по слову Божию. Она не может не привязаться, ничего. Она ее, Бог. Скажи, то, что вы избрали, это 3,5 года ему этому царю вашему будет. Большая, хуже при дверях. Она не понимает, что говорит. Суд уже вынесен. Господь, говорит, пришел к погибшим овцам Израиля. Скотомогильник. Чего она знает? Кто распял? 2896 наций. И только одна нация погубила Христа полностью распяла. Она должна знать это? А такие слова, говорит, гнусные. Она никто. Ну, это понятно. Ну, понятно. Сегодня мы чтим тех, которые приняли Христа как спасителя мира. Мы молимся за Израиль. Просим мира у них. Они остались. Всех ли Господь отверг? Нет, не всех. Павел говорит, и я из колена Вениаминова. Вот так. Я их знаю. Много видел в Америке. В других местах ездили. Разные. Очень даже разные люди. Как мусульмане. Это на совести православных. Не проповедовали. Почти 2 миллиарда вышло. А были православные бы. А почему? Потому что, вопреки Господь, идите и проповедуйте Евангелие всей твари, восстали церковники. Построили мандру. Мандра, стена. Поставили на ней архи мандрита. Миллионы. За это время миллионы монахов. Самая сила в народах была. Она ушла в песок, не давая потомства. Вот откуда идет все. Хуже врагов, чем мы православные. Никого на земле нет. Сколько нам было открыто. Чего только не было. И хуже нас никто не живет. 72 место, кажется, в мире по здоровью. Что спрашивать-то? Шестая часть суши. У людей маленькая Япония. Все есть. И там оттуда покупают. А почему? Запилились. И сблудились дребезги. За время перестройки только у русских. В Российской Федерации. За время перестройки 120 миллионов абортов. 120 миллионов убитых. Когда во Второй мировой войне, это только 50 чем-то миллионов. 28 считают у русских. А это 120. Никакой Гитлер не приходил в это время. Ну и что? Страха Божия нет. Мы должны до конца договорить. А у мусульман ни одного аборта. А ее сразу убьют. И так же уидев не было. Чего толку-то из нас, что мы православные? Надо строго держаться этого. 25 ноября 1922 года, в прошлом году, ЮНЕСКО объявило, что на земле ровно 8 миллиардов людей. Восемь. 2 миллиарда 450 миллионов признают Христа. Признают. Но как признают? На 300 человек, которые признают, только 1 на 300. Это 0,3 процента. Ходят, причащаются и живут достойно. А 1 на 300. Вот так. Мне мусульмане говорят, у вас дома престарелых есть? Конечно есть. Социальная работа такая. А дети без призора есть? Есть. У нас, говорит, за 1400 лет не было ни одного. Сегодня убили у него 9. Детей к утру уже разобрали. А у нас от своих лишили родительских прав. Вот вопрос какой. Мы должны до конца сказать. Мусульман почти 2 миллиарда. Они были бы православны. Они в одном месте прошли. Туркмены, узбеки, таджики, киргизы, казахи. Не дошли, если бы дошли до Армении. Армения была бы такая до Грузии. Грузия была бы такая, как они. Вот из-за чего? Потому что они шли. А уже налоги их не собирали. Уже сотни лет собирали налоги. И встретились только под стенами Константинополя. Вот они, крестовые походы. Мы должны до конца сказать, мы виноваты, православные. Католики-то еще хлещи захватили. 11 крестовых походов. Мы до конца должны знать. Виновны перед всеми народами. А у нас покаяния там народа нет никакого. Крушение. А что делать? Молиться? Да. Да вот еще вопрос. У меня с батюшкой. Я вот начинаю от меня рассказывать. Я говорю, ну вот батюшка сказал. Я говорю, так он неверующий. Я это осуждаю или нет? Если он неправильно поступает, причащает там с похмелья бабки эти всякие националки, крашеные все лезут. Я говорю, все, бордель причащал сегодня. Я не имею права никому это самое. Господь сказал звать всех. Я говорю, так выйди на улицу тогда с чашей. Причащай всех там, кто проезжает и проходит. Вот, Александр, вот тут вы правы на 100%. Правы. То есть я имею право ему говорить это? Конечно, конечно. Златоуз говорит, ты не говорил в это время без печени, ты показал, ты безбожник. А вы не без печени, у вас огонь горит. Только правильно направьте его. Сами не сгорите в этом. Вы правы. Матушке было... Отец, смотрите, я ей пишу, думаю, общаться невозможно. Я написал на класснике, вы понимаете, вот я людей зову в церковь. Они говорят, я не хочу на вашу матушку похожую. Без платка в штанах ходит. Я так, конечно, немножко перефразировал все. Вот она сейчас пятым беременна. Я говорю, так, в принципе, жена спасается сейчас народом при условии, если она прибудет в вере, в благочестие, а этого нету. И как вы думаете, это само спасаться? Но она мне ничего не ответила. Ну, не знаю, что-то стукнется. Я говорю, Господи, открой ей сердце. Ну, вот такие вот у нас. Ну, так благоразумно воспользуйтесь этим огнем, который вас Господь зажег. Вы не безразличны, это очень ценно перед Богом. Но сами про себя не забывайте. Они сказали после второго и третьего, как от Теретика отвратись. Молись и плачь за него. Это церковный бизнес. Вы правы, все. Еще вопросы? Все. Аллилуйя. Ну, все тогда. Я не понимаю слово мякина. Вот слушала сегодня ваши начитки с Никитой. Что такое мякина? Потому что украинский и русский для меня это трудно. Ну, я не знаю, я не разобрал, не расслышал. Какое слово-то? Это хлеб такой. Мякина. Про зерно там идет. Мякина отделяется от зерна. Ну, мякина, которая наружная пленка каждого зернышка, она отделяется. И она летит по воздуху. И поэтому разницу надо делать между зерном. И когда люди только что-то выдумают, как вот, ну, разные там священники, это он плетет, что попало. Это мякина. Господь, говорит, видел сон, говори, как сон. Что он имеет общего с моим словом? Так, я попутно хочу сказать. Вот, которые... У меня книги приобрели. Вы старайтесь на нас направить, людей, кому надо. А сами трехтомник не раздирайте его. А на ваши книги. Но они должны быть вместе. Еще трехтомник брали. Мне уже поступает известье. Там подарили дорогой, ехали. Они должны быть вместе. А так книги, как вот, Златоуст, там 12 томов. Если надо им, дайте адрес им, купят пускай. И все. Инатий Теханович, а еще можно спросить? Что? Стан. Вы говорили, там говорится про стан. Когда про лопатку идешь, и я так поняла, хочешь в туалет сходить, да? Да, 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 где они захватили место, переночевали там. Место, где останавливались. Это наш стан. У меня лагерь стан был. Это какое-то место, где проживают люди, да? Не проживают. На время остановились. Лагерь стан. А, понятно. Временные, да? Да, в степи на авозной куче, что может быть круче. Дети поют. Инатий Теханович, а еще я читала, читаю сейчас книгу ЦАС, и там догон, догон какой-то этот, идол, я так поняла, он был, да? Сейчас не знаю, я плохо слышу вас. Поэтому простые вопросы вы ответите. Еще вопросы? Да, я, отец, хочу зачитать Иоанна 8, 44. Давайте. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнить похоти отца вашего? Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. Это вот это, женщины, то и ответить надо. Вы не видите мне. Женщины, которые там говорят, ну, что мы верим неправильно, вот скажи, куда ты пошла. Как Христа, где не преднают, глубже аямы нету. Это прочитал не кто-то, а природный еврей, Наум Израилевич. Его слово веское. Хорошо сказали, хорошо. А Черзи, ты же тоже еврей, и все мы евреи. Семи Авраамова, но духовные евреи. Да. Так, еще нет вопросов больше, а то отхожу. Все, с Богом. Субтитры сделал DimaTorzok